Жени и гости столицы. Ваш центр экстренной медицинской помощи, понятно, что помощь должна оказываться вашим центром очень быстро, мобильно. И есть ли сложности оказания такой помощи? Конечно же, они есть. Я думаю, вы о них расскажете. Какие в наше неспокойное время пандемии? Ну, центр экстренной медицинской помощи. Наверное, нет такого жителя нашего города и нашей республики, кто не знаком с республиканской больницей номер 2. У нас мы оказываем медицинскую помощь в основном 75% наших пациентов. Это пациенты, поступившие экстренно в наше учреждение. И это хирургический профиль, региональный сосудистый центр, который у нас существует, международный травматологический центр. И, собственно говоря, практически все профили хирургические, которые представлены на территории нашей республики, есть в республиканской больнице номер 2. Знакомство с новой коронавирусной инфекцией, оно произошло немножко раньше, чем оно появилось у нас. Точнее, мы начали готовиться раньше, чем оно появилось на территории республики. Все мы помним, первый занос наш сюда произошел. Тем не менее, когда новая коронавирусная инфекция появилась у нас в Москве, в других городах России, мы уже были готовы. Уже вышел ряд нормативных документов нашим министерствам о подготовке. И, соответственно, те требования, которые выставлялись к медицинским организациям для того, чтобы они начали нормально дальше работать в условиях новой коронавирусной инфекции. Соответственно, мы провели ряд мероприятий. Они, конечно, осложнялись тем, что здание, оно не новое, 1985 года постройки, оно коридорного типа. Сейчас такие учреждения стараются не строить уже. Соответственно, организовать инфекционное отделение там, где никогда его раньше не было, определенные трудности у нас возникали. Вот это и с местом, где она будет располагаться, с вентиляцией, с лифтом, чтобы больные не пересекались, чистые, инфекционные больные и так далее. То есть нам пришлось строить достаточно большое количество санитарных пропускников, устраивать там помывочные, размывочные и так далее, и так далее. То есть, помимо прочего, пришлось создавать еще и провизорное отделение, скажем так, это там, где пациент находится с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Опять же, определенное время занимает установка диагноза, да, и мы не можем пациента сразу в инфекционное отделение положить или оставить в чистом, чтобы подвергать опасности людей, которые не заражены. И вот эти все моменты, они, конечно, очень сложные. Тут надо дать должное заместительным, заведующим отделениям, потому что мы очень много переезжали в отделение, у нас смещались, сдвигались, больных становилось инфекционных больше, потом меньше, то опять снова больше. И вот это вот движение, ну вот, так сказать, у нас вот отделение, допустим, челюстно-лицевой хирургии, лор-отделение, да, которые, вот, собственно говоря, на площади которых это все организовывалось в самом начале, ну, переезжали на Россию. Вот за полтора-два года, в котором мы живем, это не просто переезд, это перенос всего оборудования своего, перевязочных, больных и так далее. То есть 7-8 раз примерно они у нас переезжали. Это как-то слишком, правда. Да, это терпение, ну, это реалии жизни, потому что вот за два года у нас были периоды затихания новой коронавирусной инфекции. Вспомнить, например, весну, когда у нас затишье произошло, да, и в сравнении просто у нас где-то вот май-июнь месяц в Шмельканской больнице номер 2 было всего 12 больных с новой коронавирусной инфекцией, всего 12. А в период разгара, вот в октябре месяце этого года, у нас доходило до 112-115 больных. То есть вот такая большая разница, учитывая, что в Шмельканской больнице номер 2 представлено всего 485 коек. А на сегодня сколько таких больных? На сегодняшний день у нас 40, на сегодняшнее утро у нас 45 больных с новой коронавирусной инфекцией. Отмечается тенденция к снижению, потому что еще буквально вот недели три назад у нас было 80-90. Это средняя цифра. Новая коронавирусная инфекция, вы имеете в виду вот этот новый штамм, который сейчас или просто коронавирус? Нет, я имею в виду COVID-19. Бывает такое мнение, что именно прививка способствует тому, чтобы появлялись новые штаммы. Как вы к этому относитесь? Нет, я никак к этому не отношусь абсолютно, потому что это невозможно. Я тоже думаю, что невозможно, но люди, те, которые против прививки, они себя утешают вот так, что не нужно это делать. Вообще, надо понимать, что такое вирус. Вирус – это не бактерия. Бактерия – это что-то живое, где происходят какие-то метаболические процессы. Вирус – это белковая структура, сложная белковая структура, которая, попадая в наш организм, просто, по сути, копирует себя, попадая в клетку при помощи РНК. Копирует себя и вот таким образом размножает все других, каких-то других способов, рецепторов каких-то у нее чувствительных, или что-то еще у нее нет, она не летает, не ползает и так далее. Это вот такая достаточно древняя структура, которая, видимо, появилась, перевея к клеточных организмам, которые существуют до сих пор. Мутация – она неизбежна, потому что, копируя себя, где-то она ошибается. Учитывая большое количество людей, с которыми проходит вирус, Индия, например, яркий пример того, когда Дельта появилась, там просто очень много людей живет. И когда копирование пошло, то есть от человека к человеку, в итоге появился новый штаб, с которым мы, собственно говоря, уже здесь и живем. Дельта – она есть. Амикрон, который появился в Южной Африке, то же самое, то есть сейчас, как говорят, контактировала с людьми, у которых ВИЧ, по-моему, там был, да, я какую-то часть от них взял, там, да, что-то еще. Но ни в коем разе она не может измениться в человеке привитом, потому что прививка, вакцина как таковая, она направлена на то, чтобы у человека были антитела данному вирусу. Это очень важно, потому что попадая в организм вирус, он какое-то время в нас находится, и мы этого не чувствуем, нет клинических проявлений никаких. Зачастую бывает такое, что люди болея уже разносят этот вирус, но клинических проявлений нет, да. Бывает такое, что сразу же развивается пневмония, причем достаточно быстро, вот чем он опасен, тем, что сегодня человек только начал кашлять, а завтра у него уже 30% поражения легких, послезавтра уже 50%, вот, и уже становится сложно с ним бороться. Как работает наша система, которая борется, собственно говоря, наш иммунитет, он должен сначала распознать вирус, потом подготовить лимфоциты для того, чтобы они боролись с ним. На это уходит определенное время. Вот это драгоценное время-то мы и теряем. Которое легкие сжигает. Да, то есть вирус распространяется очень быстро, быстро вызывает пневмонию, а иммунитет еще даже не начал с ним бороться. И когда он начинает с ним бороться, когда, ну, возьмем образного человека, там, да, и 60% поражения легких у него, отключается иммунитет, и в данной ситуации начинает только мешать. Он начинает повышать температуру тела, сужать сосуды, там, и так далее, и так далее. То есть делать все, чтобы он погиб, но вместе с ним погиб, собственно говоря, и носитель. Так часто бывает, что мы начинаем глушить иммунную систему человека для того, чтобы, ну, не пострадал сам человек, собственно говоря, да, и мы могли его нормально лечить. Если бы антитела сработали в первый день, когда вирус попал в организм человека, то вероятнее всего, всем известно, да, я думаю, что никто не будет, что вакцина, то есть наличие иммунитета у вакцинированного человека снижает, это доказанные факты, я не придумываю, вероятность заболевания в 4-5 раз. Вот, то есть этот контакт должен быть достаточно близкий, такой серьезный. Нагрузка вирусологическая должна быть сильная, то есть мы должны, ну, либо с одной ложки поесть, да, либо где-то прямо вот контактировать близко, без масок. В этом случае человек может заразиться, но переболеет он вероятнее всего легко, потому что борьба организма в первую очередь начнется с первого момента, с первого дня, когда вакцинирован он человек, в отличие от невакцинированного. Вот, собственно говоря, и вся цель вакцинации, снизить заболеваемость, то есть вероятность человека заболеть и снизить нагрузку с лечебных учреждений. Вот и все. В центр экстренной помощи попадают с разными абсолютно, да, с симптомами люди, и наблюдаете ли вы, допустим, если человек попал, там, не знаю, с проблемами сердца, да, или там почки, что-то еще, и у него, например, параллельно обнаружили коронавирус, наблюдаете ли вы вот именно то, что вы сказали, например, когда человек уже был привит, и легче лечить основное заболевание при наличии у него коронавирусной инфекции, и человек, который не привит, и тогда у врача наверняка на чаше весов, что делать сначала, лечить основное заболевание, хотя какое из них основное, тоже непонятно. Совершенно верно. Республиканская больница номер два, чтобы как-то зрители немножко поняли, да, радиослушатели наши, она оказывает экстренную медицинскую помощь по своему профилю. Но ввиду того, что новые коронавирусные инфекции у нас люди болеют, да, и они, будучи больными, с ними происходят инсульты, инфаркты, они получают травмы, какие-то хирургические патологии у них, они поступают к нам, поэтому у нас создано инфекционное отделение. Больные поступают абсолютно разные, у кого-то легко протекает новая коронавирусная инфекция, у кого-то очень тяжело протекает. Ну, у привитых получается легко. У привитых легко. Да, наша статистика, вот мы посмотрели даже по своему учреждению, среди пациентов, которые у нас находились, у нас не было ни одного больного, у которого протекала тяжело новая коронавирусная инфекция, среди привитых. Были категории у людей, поправлюсь сразу же, да, были привиты, но у них сроки прививки уже истекли. Там подошли 10 месяцев после прививки. Ревакцинации не сделали. Да, ревакцинации не делали, соответственно, там по рекомендации Министерства здравоохранения 6 месяцев должно быть, да, и мы должны ревакцинироваться. У них эта ревакцинация прошла. У всех остальных, кто был у нас вакцинированный, они все болеют легко. По большому счету там лечение коронавирусной инфекции происходит как сопутствующие заболевания. То есть мы поставим его, чтобы он перестал выделять, и переводим его в чистое отделение. А легко это что значит? У них меньше процента легкого поражения или просто быстро проходит, или бессимптомно, или как? Да, по-настоящему по-разному. Есть пациенты, у которых проходит бессимптомно. Есть пациенты, у которых даже нет пневмонии как таковы. Или проценты очень низкие, 5-10% поражения легких, которые они даже не чувствуют. И мы находим это на компьютерной томографии, когда вот на входе делаю компьютерную томографию. Это как находка. Зачастую пациенты даже не знают, что они болеют. То есть вот даже так бывает. Есть, конечно, пациенты, которые привиты, у них есть кашель, потеря, обоняние и так далее. Но нету таких серьезных поражений легких, где бы требовалось, например, искусственная вентиляция легких на большой дозе кислорода. Каких-то реанимационных мероприятий, связанных с коронавирусом. Таких моментов нет. Вот приведу пример, когда у нас был наплыв, нет порядка 120 пациентов, у нас было в этот момент, там около 120-110 пациентов было. И я с обхода пошел на инфекционное отделение. И вот прошло все инфекционное отделение и специально спрашивал у людей, самому интересно было, вакцинироваться, не вакцинироваться и так далее. Это когда зашли до тяжелых, которые, в общем-то, ответить мне не могут уже, да, в силу тяжести, мы подняли степень, никто не вакцинировал. То есть вот среди всех реанимационных пациентов, находящихся с новой коронавирусной инфекцией, они находились в реанимации именно под новой коронавирусной инфекцией, в связи с тем, что не могли дышать ни одного вакцинированного. А бывают еще такие случаи, что человек не вакцинировался, у меня есть среди знакомых, мне вообще ни разу, и тоже легко перенес. Да, конечно, конечно. Я думаю, для всех из нас, после короткой рекламы, слушателям и зрителям напомню, чтобы не теряли нас, и для вас программа «Якутск. Сегодня» в нашей студии, врач Иван Иванов. Оставайтесь, не теряйте нас. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. Вашему вниманию программа «Якутск. Сегодня» в нашей студии главный врач Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи Иван Иванов. И мы говорим сейчас о том, как обстоят дела с лечением в центре тех больных, которые попали туда с какими-то заболеваниями очень экстренно, но сопутствующим заболеванием явился коронавирус. И Иван Сергеевич отметил, что произошло снижение заболеваемости. Больных стало гораздо меньше, чем в период вот такого пика коронавируса. И все-таки это можно связать, на мой взгляд, да и на ваш наверняка тоже, с тем, что все-таки у нас на сегодня есть защита от коронавируса, это прививка. Наверное, вы со мной согласитесь. Но с другой стороны, остались те люди, их не так мало, которые до сих пор сомневаются в эффективности такой защиты. Хотя мне вот прям как-то даже за врачей обидно. Мы столько времени просили врачей, пожалуйста, помогите нам, какую-то защиту нам организуйте. Врачи организовали, а теперь мы сами от этого отворачиваемся. Вообще, да, я с вами соглашусь абсолютно. Но зачастую люди ориентируются на своих знакомых, друзей, которые там, возможно, переболели, переболели легко и так далее. И иммунитет сильный, и я сильный, и я все побежду. Но мы-то говорим о большом количестве людей. Мы говорим о стране, где живут миллионы, мы говорим о республике, где живут сотни тысяч людей, да. И вот на сегодняшний день наблюдается снижение действительно заболеваемости. Больных стало меньше с новой коронавирусной инфекцией. Я вижу это по своему учреждению, потому что у меня сегодня 45 больных, а было 110. И это средний показатель такой, который вариабельный, но больше 45 больных у меня на сегодняшний день нет. Связано это, первое всего, конечно, с вакцинацией. Другого варианта я не вижу. Потом это связано с теми ограничениями, которые вынужденно вводились, да. И людям, которые в это не верят, да, или где-то каким-то моментом осуждают, понятно, что это какая-то свобода, там задевается, ну, других моментов, как говорится, на войне, так на войне. Вот, если открыть любой учебник по эпидемиологии, там будет только одно решение победы над любой вирусной, бактериальной инфекцией. Это наличие коллективного иммунитета. Таким образом победили, в свою очередь, там, ОСПУ, ТИФ и так далее. Много болезней победили именно вакцинированием людей. И новая коронавирусная инфекция, по сути, здесь не исключение. Да, в какой-то части может быть обидно, потому что вакцина действует не пожизненно, на полгода, год и так далее. Ну, это вирус, который неизбежно мутирует, да, иммунитет к нему нестойкий, вот, но в любом случае это снижение рисков нашего заболевания. Поэтому бояться вакцины ни в коем разе нельзя. По-настоящему вакцину, вот, опять же, для понимания, придумали очень давно. И эту конкретно вакцину, сам принцип этой вакцины, ее создание, он придуман еще, там, наверное, в Советском Союзе, на примере других вирусов, да. И здесь просто вирус заменили на COVID-19, собственно говоря. И ничего нового, там, такого сверхъестественного, каких-то таких разработок, которые требовали, ну, с нуля разрабатывать, этого не было. Все эти задатки, они уже были созданы давно, опробированы, проверены, и виды вакцины и так далее. Поэтому я считаю, что на территории Российской Федерации у нас очень сильная школа по вирусологии, создание вакцин, кто бы что ни говорил. И отрадно, что Россия именно одна из первых вакцину создала, ее зарегистрировала и пустила. Хочется напомнить, что наша вакцина используется в странах, где проживает 30 с лишним миллиарда людей. То есть половина земного шара вакцинируется нашей вакциной. А мы, живя в стране, где ее создали, продолжаем не верить в ее эффективность и так далее. Ну, кроме как удивления, у меня это не вызывает ничего. У меня еще злость вызывала, потому что я встречала таких вот ярых прям противников вакцины, и я как-то злилась. Потому что я считаю, что такой человек тогда оставят под угрозу же и мое здоровье тоже. Совершенно верно. Тем более, что... Я приявился в первую очередь для того, чтобы снизить вероятность заражения своей престарелой бабушки, которой 80 с лишним лет до своей матери и так далее. То есть вот когда первые вакцины пошли, начали медицинских работников вакцинировать. Я был одним из первых, мы вакцинировались. Потом, когда вакцин стало больше, я привел уже со всех своих родственников, вакцинировал их. До этого момента я больше переживал за них, честно говоря, чем за себя. Потому что если я молодой и здоровый, и вероятность тяжелого исхода у меня меньше, то у моей бабушки, у моей матери есть хронические заболевания, да, и мне бы не хотелось, чтобы они упадали на реанимационную койку. Поэтому никаких противоборств в этом отношении не было. Все пошли и вакцинировались. И каких-то таких сложных моментов, ну, среди моих родственников и не происходило, и, я надеюсь, не произойдет. Вот поэтому... Когда были самые первые первопроходцы, которые вот первыми шли и вакцинировались, еще тогда все-таки все равно такие колебания настроения были. Но сейчас, на сегодняшний день, когда уже есть по факту люди, которые с прививкой действительно переносят коронавирус гораздо легче, причем коронавирус – это тот вирус, который называют вирусом с интеллектом, он потому что может не давать о себе знать, и человек может быть бессимптомным носителем и заражать, продолжать заражать, например, окружающих. Поэтому, мне кажется, ну, как еще? Но, тем не менее, на сегодняшний день есть люди, которые, кроме того, что против вакцинации, они еще и против лечения от коронавируса. То есть есть определенная часть людей, которые до сих пор, может быть, стесняются этой болезни, не хотят верить в то, что эта болезнь есть у них, то есть отрицают, игнорируют, и тем самым отказываются от лечения, которое им прописывают врачи, даже находясь в стационаре. Встречались ли вы с такими случаями? И как вы можете объяснить вот такой уровень неосознанности людей? Ну, прежде всего, хотелось бы сказать, что пациенты, я много видел таких пациентов. Вы такой улыбчивый, вот удивительно, у вас такая работа сложная, вы такой оптимист. Только позитивное настроение. Вот, я смотрю, вы все время улыбаетесь. Позволяет удержаться, да, в то сложное время, в том тяжелом учреждении. Но хочется сказать, что среди пациентов, которые с тяжелым течением новой коронавирусной инфекции, антиваксеров, противников вакцинации нет. Выходя с нашего учреждения, они все готовы вакцинироваться. Никто не хочет переживать это второй раз. Потому что это действительно страшно и тяжело. Что касается оказания медицинской помощи, конечно, среди граждан, которые к нам обращаются, есть такая категория больных, которые категорически не хотят госпитализироваться. Ну, в данной ситуации мы пытаемся их, конечно, уговорить, но насильно лечить мы не можем. У нас все-таки здравоохранение наносит рекомендательный характер. Мы рекомендуем госпитализироваться, рекомендуем лечиться, рекомендуем империроваться. Если пациент категорически отказывается, ну, это его выбор. Его ответственность. Пытаемся ему, конечно, объяснить последствия. Но очень часто они к нам возвращаются. На следующий день, через день. И мы их уже ложим. И, соответственно, в более тяжелом состоянии начинаем их лечить, оказывать медицинскую помощь. Что делать с последствиями от коронавируса? Причем ваш центр же, вы лечите очень серьезные заболевания. И насколько вообще реально человеку восстановиться после коронавируса? Тем более в стадии, когда основное заболевание у него прогрессирует. Ну, восстановиться-то легко. Ну, в смысле, не легко, а восстановление, оно все равно произойдет, если произойдет выздоровление. Потому что мы, основной момент у нас, связанный с коронавирусом, это наличие пневмонии. Это удастся от стенки альвеол. Кислород перестает поступать из легких в кровь. Падает сатурация, так называемая. Если кто-то не знает, это насыщение кислородом крови. И поэтому человек приходится садить на кислород, на ИВЛ, на ЭКМО, на аппарат, у нас такой есть. И даже когда человек перестает выделять новую коронавирусную инфекцию, по сути, наступает у него выздоровление, он стоит быть опасным, пневмония отступает, то период восстановления, конечно, у всех разный. Потому что пневмония, ей легким надо дать время, чтобы восстановиться. Есть реабилитация, то есть это уже моменты и у нас, они в Якутии имеются для пациентов. Амбулаторное долечивание, опять же, зависит от стадии. Потому что зачастую пациенты с 90% поражением легких, которых, собственно говоря, ну, если прямо говорить, вытащили с того света, да, они, конечно, нуждаются реабилитации. Потому что кислородное голодание, оно ничего хорошего не приводит. Помимо этого происходит сгущение крови. И те заболевания, которые с этим связаны, такие как инсульты, инфаркты, например, да, они учащаются. И мы видим по нашему оригинальному сосудистому центру, что пациенты, перенесшие новую коронавирусную инфекцию, особенно в тяжелой стадии возрастные пациенты, чаще к нам обращаются с инсультами. Количество инсультов и инфарктов у нас увеличилось. А реабилитацию ее можно в домашних условиях провести? Или только это нужно делать под наблюдением врачей в стационаре? Нет, почему? Конечно же, не все нуждаются в стационарном. оказание медицинской помощи в стационарной реабилитации. Все-таки мы говорим о тех пациентах, которые не могут находиться дома. То есть стационар – это то место, где пациент находится под круглосуточным наблюдением в силу того, что не может находиться дома. Есть пациенты, которые могут находиться дома. Соответственно, им нужен определенный период для восстановления. Ну, как после прочих заболеваний, у нас много заболеваний, где период восстановления нужен. Возможно, там нет необходимости в каком-то активном медикаментозном лечении или чем-то еще, но тем не менее, чтобы полностью восстановиться. Определенное время, конечно, уже занимает это по-разному. Кто-то уже через две недели готов бежать работать. Кому-то и месяца мало, потому что поражение было тяжелое. О максимальном сроке реабилитации пока мы не можем говорить? Нет, пока таких данных нет. Более того, что и течение заболевания по-разному идет. В среднем человек болеет 10 дней. Ну, это в среднем. То есть минимальное значение 10 дней. Но у нас есть пациенты, которые и месяц, и полтора выделяют новую коронавирусную инфекцию. То есть мы берем у него ПЦР, он идет вроде бы на выздоровление, например, да? Тем не менее, он продолжает выделять. То есть вот эта вариабельность этой инфекции, вот она-то и опасна по-настоящему. Вариабельность клинических признаков, они разные. Есть основные, но проявления их не у всех по-разному. Вариабельность клинического течения. Если раньше мы говорили, что лица старше 65 лет больше подвержены тяжелому течению, то сейчас это не так. У нас есть и молодые люди, которые тяжело болеют, у которых 40-50% поражения легких, 60% поражения легких. Есть люди возрастные, которые легко переносят новую коронавирусную инфекцию. То есть вроде бы напрягаемся, смотрим за ним, следим, но тем не менее, как бы они раз, легко переболели, и особо на них это не отразилось. Поэтому вот эта вариабельность, она и накладывает определенный отпечаток на оказание медицинской помощи. И на сложность работы в части центра, в частности, точнее, в центре экстренной медицинской помощи у нас пациенты экстренные. Они поступают у нас с улицы. Они не обследованы, многие не знают своего анамнеза, зачастую без сознания и так далее. И наше решение о том, что мы будем проводить компьютерную томографию легких всем пациентам, поступающим в учреждение, по-настоящему себя оправдал. Зачастую, бывает, пациенты поступают от унижения температуры, у него нет изменений в крови никаких. Но КТ мы выявляем 5-10% поражения легких, причем это по признакам новой коронавирусной инфекции. То есть он болеет, но не выделяет еще. Поэтому эти пациенты у нас сложатся... На ранних стадиях вы можете определить. Да, то есть здесь что раньше появляется. Бывает только, что есть температура, есть какие-то изменения в легких, но... Мы после рекламы обязательно продолжим, потому что в вашей больнице есть еще новый метод помощи больным коронавирусом. Дорогие зрители и слушатели, мы снова в прямом эфире. У нас осталось не так много времени, вернее, даже мало до конца эфира. В нашей студии сегодня главный врач республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи Иван Иванов. Иван Сергеевич, мы продолжаем разговор. И в третьем блоке, я думаю, что давайте расскажем о том новом методе, который есть в вашей больнице. Это прям вот какой-то прям очень такая новость, важная, полезная для всех слушателей и зрителей. Я ее видела в соцсетях. Какой-то метод, который может помочь быстрее справиться с коронавирусной инфекцией и быстрее пройти реабилитацию. Так ли это? Поясните. Да, это так. Это метод называется ГДФ, гемодиафильтрация по-другому. Это способ очищения крови от токсинов вследствие интоксикации организма. Пациенты, болеющие с новой коронавирусной инфекцией, в тяжелой ее стадии, в тяжелой ее форме, они подвержены интоксикации. И бороться с интоксикацией достаточно тяжело. Там есть моменты, нюансы, когда приходится его либо, по-простому говоря, заливать, то есть слишком много вводить препаратов, что не для всех больных хорошо. Поэтому этот способ очень хороший. Мы его сейчас испробовали и начали активно использовать на пациентах. А как это проходит? Наших тяжелых пациентов. Мы подключаемся в вену и кровь пропускаем через аппарат. Это процедура длительная. Это типа как чистка крови? Да. Процедура идет порядка 6 часов. Это аппарат, немаленький такой аппарат, в котором имеются сменные фильтры, то есть все это одноразово и так далее. И эффекты не очень хорошие пациенты чувствуют себя намного легче после этого. А сколько пациентов уже прошло вот такой метод? Мы не так давно стали его использовать. Количество я не скажу, но немало. То есть это не один-два пациента. И порядка уже, наверное, несколько, пару недель, наверное, мы запустились. У нас аппарат этот был уже. Но при оказании медицинской помощи больным он не использовался, ну, вследствие того, что его не было в рекомендациях и так далее. Сейчас мы направили своих врачей в Москву с целью где-то опыт перенять, где-то посмотреть, что-то подглядеть у них. И вот внедрили этот метод лечения. Это метод лечения мы использовали раньше на пациентах. Немножко другого, другой направленности, другой патологии. Я помню, что была процедура очищения крови. Но это можно было делать абсолютно любому человеку. А у этого метода есть ли какие-то противопоказания по возрасту? Нет, по большому счету противопоказаний нет у него. Единственное, что мы, конечно же, используем на тех пациентах, где есть все-таки это процедура. Процедура это инвазивная. И использовать ее на всех подряд нелогично и нет необходимости. Поэтому только те пациенты, которые страдают у нас от интоксикации, то есть это в основном тяжелая форма, на них мы ее проводим. Помимо этого у нас есть аппарат ЭКМО, это экстракопоральной оксигенации. Вот этот аппарат мы используем не так часто, потому что пациентов этих не так много. Это, как правило, поражение 90-100% легких, когда невозможно наносить кровь через легкие. Мы также подсоединяемся, подшиваемся к артерии, и кровь уже, прогоняющаясь из аппарата, обогащаем кислородом. В данной ситуации мы отключаем легкие, человек перестает дышать. Ну, по большому счету, он продолжает дышать, но снабжение кислорода там не происходит. То есть все происходит напрямую в кровь. Вот такие пациенты через нас проходили. Это очень тяжелые пациенты. Вот, ну, старались, старались изо всех сил спасти пациентов. Есть спасенные пациенты, есть, к сожалению, те, кого мы не смогли спасти. Слушайте, ну, крутой центр у вас, у вас такое оборудование хорошее, или это я сейчас так просто обобщила, и какие сложности есть у вашего центра, что вы хотите улучшить еще, чтобы лучше качественнее помогать вашим больным? Или так качества достаточно? Знаете, оборудование без людей по-настоящему ничего не значит. Вот, поэтому здесь в первую очередь хотел бы выразить благодарность нашим врачам, нашим медсестрам, нашим специалистам, которые на все это идут, которые все это внедряют, которые стараются, болеют за каждого пациента. Через нас проходит порядка 12 тысяч человек в год стационарных больных и порядка 35 тысяч человек через приемное отделение амбулаторных пациентов. То есть если мы их сплюсуем, получится, что порядка 50 тысяч человек через нас проходит в городе, где проживает 400, там 350-400 тысяч человек. То есть очень много людей через нас проходит. У нас очень большой оборот койки. У нас пациенты редко больше 10 дней лежат. Пациенты у нас только тяжелые. Мы принимаем пациентов со всей республики, с центральных районных больниц, санитарной авиацией. Больных нам легких не отправляют. То есть это те врачи, те заведующие, те медицинские сестры, которые привыкли работать с тяжелыми пациентами. И я всегда говорил, и в будущем, когда я еще не работал в центре экстренной медицинской помощи, наиболее тяжелых пациентов, наиболее такая сложная работа – это республиканская больница номер 2. И затрудняется нас зачастую тем, что пациенты у нас абсолютно разные. В разной тепени сознания, разного социального статуса. И помощь мы оказываем всем в любом случае. Грязный, не грязный, так сказать, да, и так далее, в любом состоянии. Алкогольные интоксикации тоже, это не редкость, там, да, когда на то поступают буйные пациенты, с ним тоже приходится каким-то образом мириться и так далее. Но, тем не менее, поддержка, она имеется. Мы ставили вопрос перед главой, еще перед началом коронавируса о покупке компьютерного томографа в приемное отделение. У нас не было там компьютерного томографа, и пациентов приходилось возить через все здания до компьютерного томографа. Глава нам обещал, и в итоге купил новый компьютерный томограф. У нас состоит в приемном отделении, это 128-срезовый компьютерный томограф. Это очень хороший компьютерный томограф, хочу сказать, очень дорогой и очень хороший, который мы используем именно для обследования пациентов приемного отделения. То есть тех пациентов, которые к нам обратились вот с улицы, мы с целью установки диагноза используем. Для того, чтобы качественно работал, потому что в нашем городе, к сожалению, не редкость, когда можно пройти обследование, а потом, оп, и результат не получился. Что-то бывает, что хромает техника. Неизбежно ломается. Да, неизбежно ломается. Вопрос у меня из головы улетел. А вот скорая помощь, когда приезжает к пациенту по вызову, она сама как-то определяет вести в ваш центр или у вас своя какая-то скорая помощь, которая выезжает на определенные сложные случаи? Нет, центр, станция скорой медицинской помощи у нас одна, в городе Якутска. Они оснащены автомобильным. Сейчас мы, кстати, видим, да, очень много новых автомобилей у них. На базе Патриота большие такие машины появились у них. У вас Патриота и на базе Газели, и ренемобили. Приятно смотреть, честно говоря. Они определяются сами. У них есть врачи, у них есть фельдшера, которые выезжают на вызова. И, конечно, маршрутизация между медицинскими организациями она утверждена. И, соответственно, они уже, видя примерный диагноз или примерную патологию, везут пациента именно в то учреждение, где и должна быть оказана медицинская помощь. Сейчас прорабатывается вопрос тоже. Мы вошли в указ главы и до 2000, Александр Сергеевич Николаев, до 2024 года мы должны построить отделение скорой медицинской помощи. Что это такое? Это пристрой к нашему зданию. Сейчас мы прорабатываем технические моменты все. Проектирование идет. Куда будут свозиться пациенты? Сейчас приемное отделение у нас представлено. Кто был, знает коридором. По сути, это коридор, где находятся пациенты, где оказывается медицинская помощь. Сейчас от этого все уже уходят потихоньку. Должно быть разделение на потоки. Красное, зеленое, желтое. Соответственно, потяще состоит пациенты. Там должны быть реанимационные палаты, оперблоки, томограф, ангиограф и так далее. То есть все это должно быть в пределах шаговой доступности приемного отделения. Также погрузка-разгрузка пациентов и так далее. То есть первые минуты обращения пациентов, тяжелых пациентов зачастую, они очень важны. Именно поэтому мы в свое время создавали противошоковую палату и так далее. То есть пытались приблизиться к нормативам, но тем не менее в существующем здании это сделать невозможно. И я надеюсь, что в 2024 году мы введем эксплуатацию это здание. А это здание, это не какое-то там небольшое пристрой, это именно большое здание, которое, конечно, значительно облегчит работу Центра экстренной медицинской помощи и как-то систематизирует и организует именно оказание медицинской помощи такому большому количеству пациентов, которые к нам обращаются. Это тысяча людей. Всем большое. Иван Сергеевич, я хочу поблагодарить с вашего позволения Ольгу Голикова, пресс-секретаря вашей больницы в организации сегодняшнего эфира. Она нас поддерживает по ту сторону студии. И не могу не спросить вас, не попросить вас подвести некие итоги года. Может быть, в двух словах у нас остается три минуты. И, возможно, у вас есть какие-то слова для ваших пациентов, которые сейчас находятся в вашей больнице, в вашем центре. И для тех, кто вышел из нее в преддверии Нового года, возможно, вы что-то свяжете с предстоящим праздником. Итоги подводить. Я каждый год стараюсь подвести, подводить итоги для себя. Все-таки всего ли добились, всего ли достигли и так далее. И самое, наверное, главное наше достижение в течение всего коронавирусного года то, что ни одно наше отделение не закрылось ни на один день. Были перебои с плановой госпитализацией. Учитывая 8 переездов за такое время. Мы ни на один день не закрылись для наших больных. Ни на один день. И это очень серьезные достижения. По-настоящему очень сложно было все это организовать, все это поддерживать в том виде, в каком оно должно быть. Были определенные трудности, сложности. Где-то мы там и ругались внутри учреждения своего. Это рабочие моменты все. Но, тем не менее, мы выстояли. И это, я считаю, очень серьезным достижением этого года, что мы продолжили оказывать медицинскую помощь, и пациенты продолжили ее получать в нашем учреждении. Ну, а в преддверии Нового года хотелось бы, конечно, пожелать, чтобы немножко все это у нас успокоилось. Если мы все вместе начнем, каждый без исключения начнет вкладывать себя, скажем так, вакцинироваться, где-то носить маски, где-то может не посещать крупные мероприятия и так далее, все-таки мы снизим заболеваемость новой коронавирусной инфекции и наконец-то вернемся к своей обычной, нормальной жизни, к которой мы привыкли. Если мы будем дальше продолжать все-таки сопротивляться этому всему, то это все продолжится. И насколько это продолжится, неизвестно. Поэтому чем быстрее мы это сделаем, тем быстрее мы вернемся к этой жизни. Поэтому я хочу всем пожелать здоровья, прежде всего. Это очень важно. И как показывает практика здоровья, она прежде всего, конечно же, уюта в ваших домах, тепла в ваших сердцах. Вот и... Ну, я даже не знаю, честно говоря. Здоровья крепкого всем. Да, здоровья крепкого. Спасибо вам большое за такие теплые, добрые слова. Я присоединяюсь. Всех слушателей и зрителей я благодарю за внимание. Напомню, что в нашей студии сегодня был главный врач республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи Ивана Иванова. Мы говорили о том, как оставаться здоровым и как беречь свое здоровье. Всем здоровья и хорошего вечера. Спасибо за внимание.